Самые горячие женщины Екатеринбурга теперь живут на улице Луначарского. А все потому, что температура у них дома, как в бане. Из-за прорыва теплотрассы в подъезде парит всю зиму. Впрочем, коммунальщики из-за этого не особенно парятся. Управляющие компании жильцов умыли. Дескать, это не их труба. Городской дозор изучал подземные хитросплетения. Из-за постоянных протичек горячей воды в подвале подъезд этого дома превратился в сауну. Но поскольку аварию устранять не торопятся, пар уже добрался и до квартир. От влажности сегодня ночью оторвался плинтус. От этого даже проснулась хозяйка квартиры на первом этаже. Теперь каждые полчаса женщина протирает потолок. Переживает, как бы не замкнула проводку. Коммунальщики, возмущается Алла Нарцизовна, поначалу обещали устранить аварию. А потом откровенно умыли руки и сказали не париться. Сегодня уже пообещали и диспетчерская служба, которая не обнадежила. Пообещала, что в мае, когда можно будет раскапывать асфальт, эту аварию устранят. Красота бог с ней. Боюсь за электроэнергию, за замыкание. Ну, на что мне сказали, что тогда не включайте свет. Соседу сверху сообщили в жилконторе, что отношения к парилке не имеют. Оказывается, сауна в подвале. Через него проходит транзитная труба с горячей водой. И эта труба имеет ряд дефектов. И от этих дефектов вода горячая просачивается, стекает в трубопровод, окружающий эту трубу. И поскольку он сделан так, что он наклонный, то есть она стекает дальше в наш подвал. С помощью управляющей компании нам удалось разыскать владельца трубы. И энергетики нас заверили, что парить в доме перестанет. Хотя о причинах повреждения пока только гадают. Наверное, порвала трасса. В работе завтра, значит, выезжают диагностики и устраняем. Ищем место порыва. И завтра это мы все постараемся устранить. Вот только жители эти слова не убедили. Сыты говорят по горло подобными завтраками. Поэтому ситуацию с устранением аварии до тех пор, пока ее не ликвидируют, мы берем под свой контроль. Юрий Шумков, Андрей Снопиков, Городской дозор.